всем привет меня зовут нато и вы на моем канале шейный бла-бла-блог и сегодня у нас с вами будет очень классная рубрика говорят полезная которая у меня в инстаграме называется сравнявший от наташи но изначально я ее задумывала под другим названием под названием битва выкроек и вот сегодня у нас как раз именно битва то и будет потому что я буду шить не полноценные изделия а макеты и на основании макетов выбирать какое же изделие в конечном счете я сошью ну а кто же у нас участники участники у нас сегодня три выкройки брюк бананов брюки бананы джинсы бананы это у нас ну как всегда вот писк моды что я еще могу шить кроме как не писк моды если только виск моды тоже мне зайдет поэтому да брюки бананы из джинсы какие модели можно выбрать первое что приходит на ум наверное это вики сеус бритни где-то я вот сюда вставлю картиночки чтобы вы себе сразу понимали визуализировали вторая выкройка это абсолютно обожаемая мной выкройка из журнала бурда за сентябрь по моему девятнадцатого года это брюки карку я почему-то всегда думала что у брюк карга карманы ну виднее всем виде и третья выкройка это брюки из февральского номера бурда этого года такие тоже огроменные брюки бананы не самые объемные получаются и у них сложная составная передняя часть они интересно смотрятся мне хочется как-то визуализировать как это нам не будет выглядеть значит если между этими выкройками принципиальные отличия в принципе если посмотреть на фигуре то конечно есть и вы это все увидите в следующей части видео в плане расходников они практически одинаковые на них требуется от метра семидесяти до метра восьмидесяти ткани причем спойлер обычно у меня на выкройки по бурда уходит меньше ткани чем заявлено в журнале но вот эти брюки почему-то полностью оправдали все ожидания вот сколько было заявлено ткани столько у меня на макеты и ушло в чем наша с вами задача в этой рубрике надо посмотреть как сходные вроде бы по типажу выкройки садятся на фигуру в данном случае на мою конкретную фигуру но я вам дам некоторые замечания свои расскажу о своих каких-то особенностях так чтобы вы потом смогли перенести это мысленно на себя потому что то что не подойдет мне возможно подойдет вам значит важное мои особенности особенность самое главное в том что у меня есть животик у меня диастаз после беременности он не уходит упражнение мне к сожалению не помогли потому что я поздно о нем узнала и в общем в неподходящей одежде у меня проявляется такой третий месяц беременности особо удачной одежде 4 особенно если я еще покушаю перед этим вот я не расстраиваюсь не комплексую по этому поводу есть и есть просто имейте это в виду большинство брюк по нормальным выкройкам либо готовы из магазина на мне либо не застегиваются либо застегиваются но ширинка потом расходится очень симпатично поэтому собственно я себе брюки шью потому что ну иначе на меня просто ничего нормально не сядет ну что поехали первые брюки которые мы смотрим это брюки из журнала бурда за февраль 2020 года это брюки самого большого объема из всех которые мы рассматриваем смотрите талия располагается ровно на месте боковой шов четко попадает туда же где боковой шов от футболки сзади тоже все выглядит прилично ну я могу сделать так чтобы было неприлично в целом брюки сидят хорошо несмотря на большой объем они скорее помогают выделить фигуру по бокам предусматриваются карманы в рамку я не стала и делать на макете кстати карманы маленькие итак первые брюки с которых мы с вами начнем это брюки из самого свеженького номера это у нас номер за февраль 2019 года и я в них просто влюблена я даже не могу сказать почему именно но мне кажется что вот эта модель это самое лучшее воплощение трендов из всех которые представлены здесь то есть это не просто бананы это огромные бананы посмотрите на них просто чувствую себя рэпером немножечко 1 посадку я вам уже показала посадка у них хорошая единственный момент здесь есть секрет во-первых это конечно посадка конкретно на мою фигуру с моим животиком вот сейчас у меня тут расходится потому что булавка но вообще если бы и не было то ничего бы не расходилась нормальным гульфиком потому что здесь очень много свободы и эта свобода каким-то магическим образом идеально распределена именно для меня но не суть секрет секрет пошива дело в том что по какой-то неведомой науке причине поясные изделия в бурда выпускаются на размер больше я не знаю почему поэтому опытные мастерицы меня научили и теперь я следую этому пути дзен что когда вы выкраиваете поясные изделия на свой размер не добавляйте вертикальные припуски то есть горизонтальные добавляем вертикальные не добавляем но поскольку по итогу у вас получается на выпуск 4 сантиметра в среднем или восемь то это примерно один-два размера в зависимости от того что вы шьете брюки или юбку так что в принципе можете вычислить просто какой размер вам подходит и кроить его вот но мне больше нравится лайфхак со своим размером но без вертикальных припусков вот у меня просто идеально в итоге получается ну как вы сами видите а представьте если бы здесь было еще дополнительно по сантиметре в каждом шве то есть это у меня бы сверху сколько было бы еще плюс восемь что еще можно сказать про эти брюки они формируют мне красивую фигуру пышные бедра получаются и акцент на талии дальше очень классная вот здесь вот вставная деталь на передней части мне она нравится чисто эстетически но муж мой предположил что еще ее можно укрепить чтобы коленки не протирались вот я не знаю что он предполагает что я делаю чтобы у меня коленки не протирались наверное надо шить по этой выкройке домашние штаны и мыть в них полы ну как бы я предпочитаю использовать швабру уже много лет это лирика давайте дальше у этих штанов есть один большой недостаток я вам его сейчас покажу на примере того как они выглядят с моей обувью кстати про обувь давайте посмотрим я живая нормальная женщина и у меня обычно на один сезон одна максимум две пары обуви ну если не считать лето да ну вот на зиму весну осень у меня вот их мало на самом деле они дорого стоят такие пары обуви и как бы когда я шью особенно штаны я предполагаю что оно должно сочетаться с тем что у меня есть потому что тратить дополнительные деньги и покупать себе знаю там за шесть-семь тысяч еще одни ботинки потому что они с моими штанами старые не сочетаются это немножечко не про меня вот так что мы сейчас с вами заценим как вот это вот все работает с моей обуви и сапоги с вашего позволения надевать не буду я просто покажу смотрите вот эти брючки поднимаются поднимаются в общем спокойно они поднимаются если у вас высокие сапоги спокойно вы их наденете потом сверху все расправиться и будет вам счастье что касается зимних моих ботинок здесь спойлер все не так радужно вот смотрим они не проглатывают мои ботинки они на них просто сверху складываются красивыми складками то есть хотелось бы чтоб красивыми но мне что-то не очень нравится у меня там зеркало за телефоном стоит поэтому меня глаз периодически туда смотрит но в общем не сильно эстетично и это то что серьезно снижает рейтинг данной модели в моих глазах потому что мне бы хотелось ее носить и зимой тоже друзья я дико извиняюсь за расфокус к сожалению это технические причины ничего не смогла сделать это у нас брюки бритни я надеюсь вам хоть как-то видно боковой шов у них тоже находится в целом на месте единственное что у меня конечно они расходятся спереди задняя филейная часть выглядит максимально привлекательно насколько это возможно чтобы не стать порнографией это из-за того что я на животе перетянула они все-таки мне маловаты кажутся сзади но если скорректировать все будет хорошо карманы маленькие увы номер два брюки бритни от сервиса вики сеус что про них сказать главное это то что у них совершенно прекрасная выкройка вот знаете когда я просто работаю по выкройкам от вики сеус или просто по выкройкам от бурда я на самом деле не сильно замечаю разницу то есть ну понятное дело что да там есть припуски на швы фотоинструкция у вики да но это не кажется вообще принципиально но когда я сначала переснимала выкройку и делала макет по брюкам бурда а потом перешла к вики сеус и вы себе просто представить не можете какое я испытала физическое облегчение потому что в первый раз когда я переснимала я там 20 минут искала какую-нибудь деталь я забывала перенести какую-нибудь там крик ключевую отметочку вот это вот все мялость это надо было еще заново раскладывать у меня еще два кота которым естественно срочно обязательно надо там полежать и пробежать своими лапами по этому тонкому листочку а потом еще и припуски на швы вот ну я вам столько что рассказывала да вот эту всю катавасию здесь наставь здесь убери здесь прибавь с вики сеус слава точнее слава вики слава вики такой проблемы нет вот все вы шьете на вас все идеально садится если конечно у вас ну фигура плюс-минус подходит по параметрам у меня фигура по параметрам не подходит у меня животик вот видно да что здесь расходится и если у предыдущих брюк у нас была большая свобода и с гульфиком бы не расходилась то тут я точно могу сказать что у меня гульфик будет распахиваться но я знаю как это исправить я умею корректировать брюки я это делаю постоянно на себя поэтому в принципе не страшно вот что еще хорошо у них хорошая посадка еще это максимально безопасный вариант для тех кто хочет с одной стороны попробовать какую-то перчинку от моды а с другой стороны остаться ну максимально женственной и красивой да а это как раз по моему такая особенность аудитории вики сеус то есть у нее девушки клиентки любят что было женственно красиво и неважно в общем то насколько это модно минусы для меня маленькие карманы я об этом уже сказала то что это фактически по посадке один в один брюки пресли то есть я даже не удивлюсь что это те же самые брюки та же самая выкройка просто перемоделированная лайфхак если у вас есть брюки пресли вы можете себе сделать брюки бритни вообще не напрягаясь тут не очень много моделирования получается главное знать как сделать гульфик и наверное самая большая моя претензия самая смешная в том что они скучные вот если вы их сошьете у вас никто не спросит где вы их купили потому что такие брюки блин будут продаваться сейчас абсолютно в каждом магазине масс-маркета они буду я говорю они максимально безопасные они неплохо сидят на фигуре несмотря на то что типа объемная модель у меня моему мужу из этих вот всех трех брюк они больше всего понравились ну как бы с кроссовками смотрится хорошо кстати предыдущие брюки мне с кроссовками нравились не так сильно потому что получаются объемные брюки объемные кроссовки и в итоге я себя чувствовала прям немножечко танком а вот с этими брючками за счет того что у них объем достаточно умеренной кроссовки смотрятся достаточно органично проверяем зимними ботинками так ну вот я надела зимние ботинки свои смотрим не скажу что это идеальный вариант но в принципе из всех трех брюк спойлер брить не смотрится приличнее всего особенно если их поднять на нормальный уровень талии меня просто тут микрофон висит их оттягивает но в целом из-за того что они короче чем все остальные они будут хорошо смотреться с обувью практически любого уровня вот а у меня кстати в такой длине не только ботинки у меня еще трекинговые кроссовки такие же поэтому мне на самом деле вообще актуально чтобы брюки в них некрасиво не складывались так что здесь прям очко карви ну и сапоги не буду мерить да я опять же вам просто покажу уж извините что вам придется смотреть на мои ноги божественные и не очень как бы ну вот нет сапогами номер не пройдет брюки из сентябрьского номера бурда стайл с очень симпатичными защипами которые делают их похожими на брюки афгани тем не менее сразу видно что боковой шов находится где-то немножко не на месте потому что что сзади что спереди почему-то остается огромная свобода даже несмотря на мой живот и в целом если бы не булавка у нас бы тут с вами вышел контент 18 плюс потому что брюки без меня просто слетели ну что друзья мое самое большое разочарование во всей этой рубрике потому что вообще-то изначально я хотела шить именно эти брюки в чем здесь для меня нет не буду говорить про проблемы давайте сначала все-таки про плюсы да по классике плюсы этих брюк в том что они очень круто выглядят у меня есть похожие и я могу вам абсолютно точно сказать что на вас будут в них смотреть вот они привлекают внимание причем в самом хорошем смысле на меня регулярно оборачиваются молодые люди вот я конечно в принципе ничего такая девушка но я как правило вообще в жизни не накрашенная хожу это я для видео крашусь поэтому полагаю что привлекают их все-таки брюки и привлекают хорошем смысле насколько мне позволяет мой опыт в невербальной коммуникации судить они отличаются от других моделей похожего стиля потому что у них здесь не вытачки а именно вот защипы складочки и в целом они такого умеренного объема они как раз нечто среднее между первыми брюками и вторыми которые мы смотрели поэтому они тоже с вроде как должны создавать такую симпатичную фигуру но как бы посмотрите на меня я томат смысле я квадрат ладно бы блин томат томаты хоть аппетитные а я квадрат а я хочу быть песочными часами меня между прочим природа песочными часами наградила вот я не поняла что это вот вообще такое почему я прямоугольная блин ладно почему я прямоугольная по моему очевидно исходя из того что я вам показывала да здесь какая-то вообще непонятная странность стали для меня происходит то есть либо она должна быть ниже но тогда они мне не подходят из-за того что у меня животик либо она должна быть прямо выше и меньше его все швы надо там убрать по полтора сантиметра я не знаю но у меня тут очень большая свобода при том что повторюсь у меня живот вне свобода в брюках нужно далее у меня в среднем на два сантиметра больше должна быть чем вот полагается по размеру в каком бы размере я не была ну после родов из-за диастаза у меня так и как бы много просто сверху много ладно еще из плюсов в плане пошива эти брюки будут максимально простыми они содержат меньше всяких элементов вам максимум надо будет погуглить как гульфик надо шить и все но опять же если они на вас сразу идеально сяду то да отлично а если нет вам придется вносить тысячу и одну корректировку вот теперь про минусы которые прям минусы действительно я конечно молчу про то что маленькие карманы я об этом наверное еще в конце поругаюсь но у всех моделей блин маленькие карманы самый большой минус это как ни странно вот это прекрасная чудесная красотища внизу которая делает эти брюки собственно такими изюмистыми во первых она неудобная в теории по крайней мере смотрите вот этот вход для ноги он очень узкий обтачка для обработки будет достаточно широкая в теории вы ее будете закреплять просто у боковых швов стежками вы при каждом надевании штанов будете ногой входить вот в этот карман это очень бесит это неудобно и вы будете просто рвать свое изделие поэтому если вы этого хотите избежать лучше немножко отойти от инструкции пристречить обтачку прямо вот эти складочки это момент номер раз момент номер два до для моей голой ноги или там ноги в колготках здесь достаточно свободы и нога моя достаточно миниатюрная проходит но если у вас нога чуть больше если у вас большой подъем есть шанс что она не пройдет кроме того сапоги я свои сапоги туда не надену я вам больше скажу мне кажется даже если бы меня были какие-то ботинки да то я бы вот максимум в них бы могла заправить эти брюки а поверх уже нет а как бы ну я и брюки марлен могу заправить и они будут выглядеть точно так же если я себе шью брюки с такими складками я хочу чтобы вот их было видно ладно есть выход можно себе сделать вот сюда потайную молнию тогда вы будете и обтачку не задевать и с высоким подъемом ноги туда проходите даже можно будет под них сапоги зафигачить но это так пища для разбушлений собственно наверное вот и все по этим брючком напишите мне пожалуйста что вы думаете по этим всем моделям и особенно по последней потому что она меня абсолютно очаровывает в своем варианте в журнале но на мне она мне абсолютно не нравится вот несправедливость ну что давайте делать выводы перед тем как перейти к каким-то общим моментом я хочу сначала обозначить общий недостаток у всех этих моделей этот недостаток маленькие карманы я не совсем вообще поняла почему так получается но вот я ко всем лекалам прикладывала свой смартфон в брюк бритни у меня смартфон в принципе в карман полностью не вошел то есть у него бы уголок торчал в брюках бурта он вроде как входит но прямо вот на минималках и понятно что если там стоит только нагнуться или присесть и все смартфон может выпасть и знаете вот не дай бог я при этом буду в сорте простите меня конечно за это слово но ну как бы то что еще в целом мне этот опыт очень понравился потому что модели оказались совершенно разными я думаю что вам это тоже будет видно по видео ну и я куда-нибудь постараюсь здесь еще фотографии вставить чтобы освежить впечатление чтобы вы посмотрели на все модели вместе рядом то есть бритни у нас получается самая маленькая по объему самая компактная и эту модель я однозначно вам порекомендую если вы новичок просто потому что вот когда я сама с этим поработала на контрасте я поняла что когда вы новичок работая по выкройкам бурда вы в процессе можете просто испортить себе какое-то послевкусие от работы тем что вы постоянно будете спотыкаться на каких-то мелочах и да они не сложно преодолимые ничего там нету фантастического но вот если вы постоянно сталкиваетесь с трудностями вам потом кажется что вещь которую вы сшили она вымученная а я считаю что шить надо в удовольствие ну вообще по максимуму все что мы можем делать в этой жизни в удовольствие надо делать именно так не надо страдать если можно не страдать поэтому если у вас мало опыта а вам хочется себе такие брюки не изобретайте велосипед возьмите выкройку от вики сеус я не самый большой фанат этого сервиса ну сразу говорю и мне даже не платили к сожалению я просто говорю как есть хорошего качества выкройка вам будет легко с ней работать все дальше а мне также очень понравилась выкройка самого большого объема и самое сложное по исполнению это выкройка 106 из номера за двадцатый год потому что она интересная ее хочется разглядывать и она несмотря на весь свой объем будет хорошо формировать фигуру особенно если у вас маленькие бедра узкие или если у вас фигура песочные часы все равно она будет вот эту разницу пропорций хорошо оттенять но и повторюсь она самая сложная поэтому ей там все лучшее сразу и шлевки и карманы в рамку и что хочешь и от строчка по бокам это такая модель как раз которая понравится тем кто любит необычные вещи ну и наконец-то брюки карго так называемые защипами они мне эстетически нравятся больше всего они средние по объему но у меня с ними какая-то беда с посадкой вот конкретно на меня потому что я знаю двух людей которые их шили и они писали что они не взносили никаких изменений практически что брюки на них и так сели хорошо единственное как ни странно оба этих человека обе девушки не делали защипы про которые я сказала что они самые неудобные что есть в этой модели но при этом это же их фишка вообще если вам понравилась эта рубрика если вам нравится то что я делаю что я говорю и вы хотите меня как-то поддержать пожалуйста поставьте лайк напишите комментарии конечно подпишитесь на этот канал это самый лучший способ помочь этому каналу развиваться и дать возможность как можно большему количеству людей увидеть эти видео я вам желаю отличного дня делайте все в своей жизни с радостью и с удовольствием шитье должно быть в радость как и все всем пока